12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры с 20 белгородцами разных возрастов. Противостоять атакам живой легенды спорта на шахматной доске некоторым удавалось несколько часов, но победу над международным гроссмейстером так никто и не одержал. Проиграл, но мне не стыдно такому мастеру проиграть, потому что у него с самого начала он идет в наступлении, он не дает ни единого шанса, понимаете. Вот все у него продумано, и причем он на это реагирует очень быстро. Он молодец. Анатолий Карпов посетил и открытый турнир по шахматам на призы губернатора, который прошел в отремонтированных беседках шахматно-шачечного клуба в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина. Наградил победителей и призеров соревнований. Гроссмейстер подчеркнул, что в нашем регионе пора вводить шахматы в школьное обучение, в систему доп. образования. Хотим, чтобы на Белгородской области шахматы вошли в школьное обучение, в систему доп. образования. Губернатор это поддержал. Вообще по России это идет везде. В Белгороде откроют шахматную школу Анатолия Карпова. Подобные школы есть во многих регионах России. Шахматы были и остаются лучшей гимнастикой для ума, да и нашими чемпионами в этом виде спорта мы гордились всегда. Виктор Апальков и Сергей Драчев. Белгород. Медиа.